всем привет привет всем отличные пятницы прежде чем начну расклад скажу по поводу предыдущего расклада который вышел в среду дело в том что я не хоть в комментариях написала но вдруг если кто не знает не в курсе или захочет смотреть предыдущий расклад дело в том что я начала писать я сделала вступление очень интересно начала писать первую позицию и потом когда монтировала у меня вот этого первая часть она стерлась к сожалению я не смогла ее восстановить поэтому по памяти написала в первом прикрепленном комментарии что и как было это было конечно очень неприятно но стараюсь как-то относиться более адекватно до к таким моментам вот неприятно было почему потому что ну действительно расклад был ценный сесть заново переписывать расклад продолжительностью почти в два часа по моему было 1 50 выходила но мне уже не было возможностей силы плюс ко всему удалить то что осталось тоже не хотелось потому что вот была ценная информация этот расклад мне показался очень таким ну не знаю насыщенным полезным вот поэтому он вышел таким кусочным это если вдруг кто не ну не поймет почему так произошло вот захотелось мне это все-таки объяснить а сегодня мы с вами сделаем расклад значит прошлый расклад там как раз то что я говорила вначале стерлась это была идея ларисы а этот расклад сегодня который мы будем писать предложила его елена называется он остались ли позади мои детские травмы мы посмотрим самую актуальную вашу детскую травму и посмотрим проработана она или нет вот эти два вопроса будем смотреть работать буду на колоде тару сумасшедшего дома потому что он очень хорошо показывает эмоциональное состояние вот ну надеюсь что в этот раз все будет хорошо огорчаться не надо я уже для себя так поняла что если вдруг я что-то делаю и там не знаю то ли стирается то ли не работает или еще что то значит просто эта информация рано дается и не время ее пока озвучивать то есть вмешиваются те силы которые должны вмешаться вот и получить информацию нет нет не нужно итак давайте сразу приступим позиция номер один голубенький камешек осмотрим остались ли у вас позади ваши детские травмы сначала посмотрим какая какая самая актуальная одну буду смотреть у всех несколько травм да но это общий расклад поэтому посмотрю одну одну травму восьмерку кубков здесь по первой позиции травма покинутость ощущение того что я никому не нужен что вообще человек который которому тяжело двигаться вперед до двигаться как тут по жизни что-то оставлять позади цены то есть здесь с одной стороны есть вот чувство привязанности да почему потому что есть какая-то нереализованная это нереализованный момент именно того что я нужен возможно в детстве вас оставляли одну либо от одного то есть такое чувство что ну вот это вот одиночество я никому не нужен и как следствие в взрослом уже возрасте вы будете все время как-то стараться доказать другому человеку что вы хороши что вы прекрасны и поэтому если будете слушать критику в свой адрес если кто-то будет озвучивать вы будете это принимать на свой счет вам это будет болезненно то есть вашем случае проблема с принятием чужого мнения она связана с тем что ну да скажем им и ты мне что я нехорошие да я и так это знаю потому что вот в детстве я тоже была нехорошей либо был не хорошим никому не нужен поэтому но здесь вот какая-то такая боль но есть человек который которого опускаются как-то руки понимаете то есть когда есть вот если люди которые борются за то чтобы что-то кому-то доказать там не не знаю что-то показать вы не тот человек вы не будете никому доказывать вы наоборот закрываете свою ракушку и очень сильно переживаете здесь есть вот это чувство покинутости да я я никому не нужен и поэтому если вы встречаете на своем пути человека с которой который вам созвучен либо который вам там не знаю приятен вы привязываете здесь у вас проблема привязки возникает и когда надо отпустить человека завершился какой-то опыт урок который вы прошли здесь не обязательно любовные отношения может быть дружба вы ну вам это очень вы болезненно реагируете на это все и поэтому здесь вот более вот привязанность и не дает вам покоя с другой стороны может быть то что вы близко к себе не подпускаете как раз ки людей зная вот эту вот свою слабость что вы привязываетесь и выстраиваете вокруг себя возможно как это ну как оборону да как забор некий такой где показываете то что мне никто не нужен я не хочу ни с кем близких отношений но это вот в этом скрывается какой-то страх ну-ка посмотрим что еще здесь есть по травмам семерка кубков да что то связано с выбором пожизов да здесь вот присутствует вот этот вот там момент когда вам важно чтобы на вас обращали внимание взрослой жизни это также может выражаться то что вам нравится себя вести достаточно эксцентрично эксцентрично да правильно я говорю это слово эксцентрично наверно то есть быть в центре внимания да то есть привлекать к себе внимание это может быть например там какие-то необычные стрижки яркий цвет волос какая-то может быть такая несуразная одежда то есть не то чтобы вот бесформенная здесь не говорится о том что вы не ухаживаете за собой а здесь говорится о том что ваш облик ваш ваш стиль он будет притягивать внимание либо ваша речь то есть вы так или иначе вы будете выделяться и то есть вы стараетесь может быть вы это делаете неосознанно да если кто скажет я наоборот хочу быть серой мышкой здесь дело в том что это бессознательные сценарии если бы вы их так легко осознавали вы бы смогли их легко наверное бы изменить вот но если они присутствуют значит какой-то степени вы не осознаете то есть чем-то в может быть вы видите а в чем-то нет потому что сценарий он работает везде во всех сферах то есть какой-то одной может быть вы замечаете за собой а в других нет и вот здесь вот проблема выбора да что особенно если это касается личной жизни то здесь будет боль здесь какой какой как сказать это правильно какая модель и здесь идет а с одной стороны вы притягиваете внимание когда вы получаете это внимание вы его не принимаете от людей если например это в личных отношениях и на вас обращают люди то вы вот то что я сказала здесь начинаете выстраивать какие-то барьеры да то есть я близко к себе не подпускаю и когда человек отдаляется вы наоборот начинаете огорчаться по поводу того что а меня не выбрали ну да конечно я никому не нужна то есть вот как избегающие избегающие эти привязанности да здесь вот такое то есть вроде бы с одной стороны я тебе не буду открываться потому что я боюсь но у меня есть внутренняя потребность признания и вот этой вот теплоты что меня выбирают и когда ты меня выбираешь я буду тебя отторгать почему потому что опять же если я тебя приму вдруг я совершил ошибку и ты потом уйдешь и я останусь одна но вы всячески будете притягивать к себе внимание то есть вот кажется какая-то такая знаете как это несостыковка да с одной стороны я притягиваю внимание чтобы на меня обратили это внимание а зубы страны когда обращает я от этого отказываюсь на то есть мне это не нужно я это избегаю здесь вот вот это вот ваша детская травма причины 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 в детстве не знаю опять же таки то что я сказал самом начале да может быть мало внимания вам уделяли может быть вас оставляли очень часто одну дома и вот и вы как-то привыкли сами себя в детстве развлекать сами собой занимались вот либо вы транслировали родителям что мне никто не нужен я в принципе самостоятельная с детства и все могу сделать сама но сама не в контексте действия в контексте того что меня развлекать не надо на меня обращать внимание не надо но это вот с детства это проскальзывал здесь такая травма если узнали значит это ваш вариант если нет смотрите другие проработана ли это травма вот не сразу хочется сказать что нет но посмотрим проработана ли это травма десятка кубков здесь и знаете я скажу что не то чтобы проработана и не то что не проработана ваша психика нашла другой выход именно через вот как это сказать через виртуальный мир возможно у вас есть какие-нибудь виртуальные друзья доказ которые например но я не знаю живут от вас на расстоянии и в принципе да вы к ним привязаться не можете потому что так или иначе физически есть какое-то расстояние вот а с другой стороны сказать что вы полностью одиноки тоже нету здесь как будто бы психика придумала для себя какой-то вы вы выход через виртуальность то есть я вроде бы и не одинок но и в другой другой стороны да типа меня никто не на меня все обращают внимание здесь есть необходимость в любви прям очень много любви очень много какого-то физического контакта может быть да то есть тактильного я имею не знаю обнимашки нежности какие-то до ласки вот прям вот просто поглаживание по голове вот вот есть какая-то такая необходимость поэтому сказать что проработали нет и сказать что не проработали тоже нет вы нашли для себя какой-то вот другой другой выход да здесь это очень ярко если это например касается каких-то других сверх помимо личной жизни вы как-то для себя нашли формат как себя берегать если же это касается личной жизни да здесь как по двойке кубков то я могу сказать что будет какая-то вот трудность да вы скорее всего и партнеров таких будете к себе притягивать которые вроде бы знаете хотят идти на сближение но не приходят здесь вот какая-то вот это вот ваша травма на эту травму вы будете притягивать себе партнеров но мы спрашивали проработали ли вы или нет здесь возможно как подсказка если хотите проработать если кто-то не проработать то то через личные отношения там вот прям такая завязка очень хорошая будет давайте еще раз посмотрим проработали ли вы или нет нет здесь не проработано до пятерка пендакли не говорит о том здесь наоборот вот есть вот этот недостаток дефицит есть какая-то кризисная такая ситуация она периодически всплывает и она всплывает именно в личной жизни так на этом все до первая позиция здесь такая какая-то боли я просто не хочу дальше копать здесь эмоции такие болезненные достаточно но мы травмы рассматриваем так позиция номер два красный камешек смотрим ваша актуальная детская травма ваша актуальная детская травма что-то связанные с с ожиданиями с ожиданиями сейчас скажу тайна непонятной до что-то закрытая четверка мечи здесь одной стороны что-то связано вот именно с бессознательно в контексте сна что ли здесь какая-то травма который вы получили либо ночью либо получили как-то во сне либо получили в детстве знаете когда вот у некоторых детей есть вот эти вот невидимые непонятые какие-то персонажи которые появляются да то есть то что взрослые люди не видят вот эти придуманные какие-то друзья либо какие-то экстрасенсорные способности здесь были проявлены и здесь какая-то травма от этого идет страх может человек испугался до ребенок испугался что-то увидел и испугался либо вот какой-то сон то что здесь какой-то испуг идет причем знаете испуг связанный как-то переживание какие-то испуг за за будущее то есть что будет что будет потом вот какая-то такая здесь травма ну-ка я уточню 4 не совсем понимаю травмы связанные как-то с вашими целями с развитием так ну да то что я сказала испуг видите какие-то переживания вот именно связанные с реализацией связанные с тем что вот вы вкладываете да во что-то свою силу вот как здесь например на сажаете денежное дерево и в ожидании того что она как будто бы прорастет здесь тоже вот как-то про развитие идет на изначально то что вы сажаете это не имеет зерно плодородия то есть но это вот какая-то пустышка что здесь за страх здесь какой-то страх с испугом здесь травма связана с испугом может быть кто-то даже детстве и заикался причем испуг от какой-то вот у меня такое чувство может быть вас пугали в детстве знает бывает родители говорят не ходи туда бабайка там тебя заберет либо еще что тут какие-то такие вот здесь какая-то травма связаны с испугом и этот испуг он от каких-то слов здесь какая-то речь долей либо тебя накажут либо что вот ко что-то здесь говорилось что-то здесь говорилось что говорилось как-то с эмоциями я говорю здесь очень может быть говорили о том что тебе никто не поможет как-то с развитием не знаю может быть вас ругали в детстве говорили что вы недоразвитая то есть здесь здесь есть три компонента первое это что-то тайное в контексте опять же таки это может быть связанная с эзотерикой но это вот именно тот период где-то вот до 5 6 лет либо то здесь есть слова здесь есть ночь страхи и здесь отказ от помощи вот как это связать то есть вам не знаю либо говорили что тебе никто не будет помогать делать все сама может быть знаете был какой-то такой момент когда испугались и может быть вы кричали до просили о помощи а вас либо не услышали либо вам не дали помощь либо вот я не знаю может в детстве вас закрывали в шкафу как-то да и вот вы как-то вот кричали то есть здесь очень сильно испуг вот не идет ночь темное время либо это тьма в контексте того что вот вас закрывали в какой-то там я не знаю место где было темно чулан там я не знаю в подвал шкаф сундук вот что-то такое то здесь либо вы закрылись может быть как маленький ребенок играли вот и как-то спрятались может быть спрятки и потом выйти не могли то есть ну здесь не обязательно что какое-то наказание было то есть это может быть как как дети играют в прятки да и спрятались так хорошо что потом сами вылезти оттуда не могли вот вы как будто вы кричите просите о помощи а помощь не приходит и потом вас за это еще и наказывает и ругает может быть родители тоже знаете как испугались искали вас не могли найти сердце заболело как будто вот ваши попытки они бесплодные понимаете там страх вот от этого идет и во взрослой жизни здесь уже может быть такой вариант что смыслом не пробовать что-то делать да все равно вот чтобы я не пробовала все равно это не приведет ни к чему это не даст того результата который я хочу вот это вот как-то оттуда из этого детского страха здесь очень сильный испуг был может быть знаете вот играет дети тоже играет в детстве знаете вот это сказка в темной темной комнате да там темные темные там под одеялом были там дети там и вдруг появляется это какая-нибудь рука или все ну такие знаешь страшилки страшилки пугалки какие-нибудь и здесь что-то такое было сказано что вас очень сильно испугала вот вот этот травм поэтому я говорю здесь может быть заикание может быть в долгое время заикались может быть долгое время не могли спать одним в комнате либо хотели свет но есть проблема помимо испуга это то что внешняя помощь не пришла и поэтому у вас сформировалась здесь какое-то такое убеждение что толку просить помощи у кого-то все равно мне никто не поможет не потому что вы привыкли все сами сделать а потому что вы как будто вы не верите вот это как-то записалась на подкорку у вас либо я не знаю там что-то практиковали пробовали там не знаю может быть выход в астрал и очень сильно испугались и потом допустим не знали как либо сонный паралич был и но здесь что-то связано с испугом я не знаю вы потом мне напишите в комментариях я почитаю здесь какой-то страх был детская травма вы ее проработали чувствовать и посмотрим проработали ли вы ее нет семерка мечей говорит нет нет вы ее избегаете вы не хотите ее прорабатывать вам проще отказаться от нее до сказать что ее не существует то есть здесь какой-то самообман а почему вы ее не хотите прорабатывать ну вот потому что вы ее избегаете потому что здесь как будто бы нужно будет заново погружаться в это все вы не хотите но при этом вы говорите что вы ее проработали как-то так двоечки не знаю напишите в комментарии чего вы тут испугались и до какого возраста вы заикались мне кажется что даже и сейчас когда есть какая-то стрессовая такая ситуация вам сложно говорить вы либо молчите либо начинаете заикаться здесь какие-то такие моменты проходят так это была вторая позиция позиция номер три зеленый камешек троечки смотрим вас самая актуальная детская травма королева мечей травма повторов каких-то что что-то не закончится что как будто вы знаете вот конца конца края этому нету время во время цикличность повторность сейчас секунду я такое чувство что здесь как будто вы знаете человека заставляли что-то делать и он вроде бы не хотел он сопротивлялся но его заставляли делать это снова и снова я не знаю что это но это очень такое болезненное это послужило причиной того что здесь человек закрылся эмоционально как будто закрыл свое сердце потому что только так здесь какая-то защита идет до что только так я смогу выдержать то что со мной делать для кого-то прям маленький процент есть есть физическое насилие но я не буду про это больше говорить вы меня услышали а для остальных как будто бы здесь здесь очень важно было да здесь какая-то пунктуальность тоже может проходить то есть как будто вас требовали все время чтобы вы были вовремя если вы не были вовремя там например со школы приходишь да надо вот прям обязательно быть вовремя то есть здесь были какие-то наказания причем здесь еще знаете какая травма может быть у кого-то здесь травма когда родители заставляют ребенка там прочитай стишок там свой песню и причем это делалось как будто бы на публику и у вас вот страх есть вот страх выступления страх проявить себя почему потому что было наверное много незнакомых людей вы боялись но у вас все равно застрелили то есть здесь вот такое ощущение что что-то нужно делать повторно через через не хочу либо здесь может быть еще такой вариант когда заставляли вот быть прилежным понимаете вот какая-то зацикленность на чистоте мне идет то есть не пачкайся допустим в гости идем не дай бог ты где-нибудь испачкаешь платье помнешь либо еще что такое какие-то такие претензии к ребенку по поводу чистоты и здесь у кого-то есть какой-то вот комплекс сформировался да уже что я не хочу одевать какие-то новые вещи вот мне лучше старые удобные потому что ну на них никто за них никто не будет ругать да потому что они и так старые допустим да либо порванные тапочки за них никто не ругает а если это новое то не дай бог я это испачкаю либо испорчу меня за это накажут здесь какие-то такие моменты тоже проходит то есть по третьей позиции очень много разных травм идет еще посмотрю какие здесь детские травмы 4 жезлов ну здесь ощущение того что как будто бы человек застрял в детстве все никак не может повзрослеть где-то здесь ну как-то вот переродиться повзрослеть не может то есть то есть возрослой жизни это вот например стараетесь все время выглядеть молода здесь не потому что человек желает быть молодым а наоборот человек как будто бы не желает взрослеть идти в ногу со временем и здесь нужно четко понимать здесь не идет речь о том что если допустим там ну условно говоря вам 50 лет и вы одеваетесь по по молодежному да ну то есть это вот вам созвучно это один момент потому что определенный люк ну то есть стиль который в одежде вы выбираете его нужно еще и правильно преподносить до людям если он созвучен вашему внутреннему настрою то окей люди это воспринимают а если он не созвучен то не знаю может быть видели бабушек которым там я не знаю под 80 лет и они там с красной помадой там какой-то очень яркой одежды и ты понимаешь что нету гармонии да но это не гармонично то есть одно дело если бы она как-то могла поддержать этот стиль до в соответствии со своим внутренним состоянием это один момент а тут как будто бы вот как как я не знаю как попугай получается но это не гармонично вот здесь какая-то вот травма с взрослением здесь как будто бы человек внутри он как не может повзрослеть то здесь проблема не столько в молодости желание быть молодым а проблема в том что человек не хочет принять то что он взрослеет то есть для него это травма какая-то понимаете травма именно связанная как-то с завершением то есть он вот болезненно как-то мне здесь идет воспринимает что когда что-то кончается болезненно ну и в том числе и жизнь да то есть вот вот я умру для него это вот прям очень-очень так болезненно поэтому он молодец а ну это это некрасиво понимаете это это не гармонично одно дело когда человек выглядит моложава это естественно а тут вот он прям как-то специально делать искусственно вот это вот искусственность она она видна то здесь не знаю бывают такие мужчины которым там уже под 50 лет он все себя считает там юным жеребцом и все никак не может остепениться то есть ну человек не принимает свой возраст вот здесь вот этого травма и это не случайно это действительно травма то есть это не 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 придумка самого человека это не его каприз а это какая-то травма которую он не может признать возможно у этого человека на каком-то определенном возрасте в семье умирают люди и вот он как-то вот знаете как-то блок стоит ну допустим там в возрасте тридцати семи там не знаю тридцати трех сорока лет а вот умирают умирают люди его и и здесь вот ощущение того что человек боясь страха смерти потому что вот он как-то себе внушил что может быть это какое-нибудь как проклятие да условно говоря и и приближаешься к этому возрасту он где-то застопорился и потом уже перешел перешагнул этот возраст но в голове вот этот вот блок остался и он как будто бы себе ведет вот до какой-то грани понимаете он как будто бы боится перейти в своей голове через эту грань то есть по возрасту он уже перешел тот момент который он боялся но в голове вот он именно как-то вот заморозился на какой-то определенном на каком-то возрасте так ладно давайте посмотрим проработали вы эти травмы наверное было про каждой по отдельности но сейчас я уже не вспомню что я говорила какие травмы говорю в потоке не помню давайте в общем посмотрим проработали ли вы свои травмы вот здесь по-разному кто-то сейчас находится в процессе я не могу сейчас сказать какой травме это относится кто-то сейчас находится в процессе проработки кому-то здесь предстоит это проработать эту травму а кто-то вот о кому-то очень сложно ее проработать и он 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 избегает вот кто избегает здесь да здесь человек который ощущает себя жертве обстоятельств скорее всего это вот последний вариант потому что здесь как будто бы есть ощущение того что он уперся головой вот в стенку как в аркане нарисовано и не видит выхода здесь что-то нужно еще сказать я не знаю что нужно что то еще сказать давайте посмотрим что карта покажет я просто не знаю что сказать да здесь для кого-то кто-то кто-то ходит по кругу ну в принципе у нас кольцо фортуны выходила до цикличность кто-то ходит по кругу кто-то не может отпустить что-то потому что боится закрывается и не делает выбор и не делает выбор какой здесь выбор надо сделать человеку открыться 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 проявить себя то есть если вы ощущаете что вы ходите как-то по кругу и держите в себе какую-то обиду до того что вам причинили какую-то боль и из-за этого вы это относится к тем людям которые у которых есть боль а знаете как вы себя поймете вы как-то носите закрытую одежду если опять же таки ясное дело что зимой все носят такие закрытые одежды но вот у меня такое ощущение что вот кто-то может быть если у вас есть какие-то шрамы вы их все время закрываете вот это к вам информация то есть если есть например какой-то шрам на горле вот почему не показывает области горла и человек как будто бы одевает свитер с высоким воротом стесняется показать этот шрам вот здесь вот это про вас здесь информация для вас не надо бояться вам нужно проявиться сделать выбор в сторону жизни и жить здесь скорее всего человек который шел вот был на грани как то так что то третья позиция второй расклад такой достаточно тяжелый не знаю что у вас троечки происходит ладно вот такой был сегодня расклад благодарю елену за предложенный расклад предложенную тему в понедельник мы тоже посмотрим ее тему которую она предложила я хочу поблагодарить вас всех по поводу я все время говорю в пятницу да выходит близ консультации расклады мои они запрограммированы они выходят в пять утра по моему в шесть утра по московскому времени вот а анонсы на близ консультации они выходят ближе к обеду поэтому когда я говорю заходите в раздел сообщества посмотрите какие блицы будут на эту неделю имейте ввиду ближе к вечеру ну то есть после обеда что они будут появляться просто мне в прошлый раз написала одна женщина говорит я зашла а там нету этого анонса анонс выходит не в то время когда выходит расклад просто чтобы вы знали анонсы я выкладываю после обеда как раз когда я возвращаюсь уже после спортзала чтобы я могла уделить время до пообщаться с людьми сказать как и что оплатить и так далее а расклады они выходят пять утра по моему времени шесть по москве вот выходит намного раньше просто имейте это ввиду я с вами прощаюсь и вам самого наилучшего всем пока пока